Вот засветает уже ромашка голубенькая, вот и распустился дельфиниум. А следом сразу пойдут вот эти лилии. Их очень много, и тут такой получается вообще прям цветник этих лилий. Лилии, розы, пионы и много других живописных цветов растет на этой придомовой территории в центре города и радует прохожих. Создатель всей красоты – жительница дома, приятная и очень скромная Антонина Петровна. И эти каштаны, кстати, тоже посадила она. Что здесь было раньше? А здесь раньше была просто пустая земля. И вот, говорю, здесь собаки, здесь прохладно, здесь все лето. С утра до вечера собаки кучами тут собирались, и выгулы здесь были, и все. То есть окно было невозможно открыть. И вот меня так, собственно, это подтолкнуло. Цветы покупаю сама. Все цветы покупаю. Ну, они разрастаются, и я, естественно, их рассаживаю. И даже некоторым соседям даю. Я думаю, что надо везде подходить с душой. Тогда, когда думаешь, что дальше будет после твоей работы, принесет пользу, или это будет, наоборот, во вред. Массовое уничтожение зеленых насаждений началось еще в прошлом году и продолжается по сей день. В адрес областного прокурора общественность направляла коллективные петиции с просьбой привлечь мэра Михаила Исаева к ответственности. Люди требуют от властей ввести мораторий на работу лесорубов, но все призывы пока остаются без ответов. Идет уничтожение, варварское, притом уничтожение зеленых насаждений на протяжении вот уже третьего месяца. То есть уничтожают целыми улицами, без разбора. Молодые деревья, возрасте деревья, никто их не обследует. В городе не существует оборудования по компьютерной диагностике зеленых насаждений. Но зато постоянные претензии мэра, что вот у нас все гнилые деревья, что их надо убирать. Я считаю, что это неправильная постановка вопроса. И улицами целыми не вырубают никто, нет ни одной практики в мире. Чиновники, в свою очередь, утверждают, что спил деревьев – это прежде всего забота о людях. Те деревья, которые, ну или физиологически устарели, или находятся, ну, в противоречии всем нормам и правилам, или посреди тротуара, допустим, или рядом с проезжей частью, конечно, их надо удалять. Потому что мы должны в конечном итоге ошибки предыдущие исправлять. Иначе порядка у нас не будет никогда. Мы должны всегда думать о безопасности и об удобстве людей. Если затеняют окна, это уже неудобство людей. Если может упасть ветка или дерево, это опасно. Опасность должна быть исключена в нашей работе. У общественников много вопросов к работе зеленой комиссии. Они не выезжают и не осматривают деревья перед спилом. В городе не ведется инвентаризация зеленых насаждений. Все это является грубым нарушением. Общественное движение «Жить здесь» подало иск к администрации Саратова. Ответчика три. Это администрация муниципального образования города Саратов, которая, по нашему мнению, не исполняет свои обязательства по контролю за обращением, за созданием зеленых насаждений в нашем городе, которые выражаются в утверждении разрешения на их снос, которые выдаются без соблюдения необходимой законной административной процедуры. Второй ответчик – это комитет дорожного хозяйства по благоустройству, который непосредственно выдает разрешение на снос и опиловку. И третий – это ответчик, это комитет по управлению имуществом, в обязанности которого входит именно учет муниципального имущества. И четвертый блок, то, что мы просим суд решить – это обязать администрацию муниципального образования осуществить компенсационное озеленение на тех улицах, в которых уже проведена сейчас опиловка из снос и снос и насаждений в обход или с нарушением действующей административной процедуры. Это улица Бабушкин взвоз, и здесь были деревья. А скоро будет только асфальт. Сотрудницы кафедры ландшафтной архитектуры Саратовского государственного аграрного университета считают, что тополя и вязы, которые росли на этом уклоне, помогали удерживать оползень. Здесь мы уже наблюдаем, как оно пойдет, если просто все смоет и все на этом. Ведь они корнями удерживают почву, а сейчас мы тут наблюдаем просто открытый кусок, который может спокойно выветриваться. Потому что здесь, получается, мы будем сталкиваться с пылью, которая будет разноситься, и все. То есть даже палящее солнце, нагревание асфальта. Если без насаждения, то у нас асфальт может нагреваться до 50 градусов. Это на солнце. А в тени деревьев до 26 градусов. Когда мы не ухаживаем за деревьями, понятное дело, что они сохнут, понятное дело, что они могут падать. Когда люди говорят, что деревья валятся на людей, когда происходит катастрофа и так далее, мне кажется, такое заявление – это неправильно. Во-первых, у нас валятся не только деревья, у нас и дома валятся, у нас и люки, которые бывают часто открыты. Но на это почему-то не обращают внимания. Почему-то именно на деревья обращают, хотя они не всегда падают далеко. Чиновники отчитываются, что за весну уже высажено 1300 деревьев и еще 1000 будет высажено осенью. Эти так называемые крупномеры полноценными деревьями станут лет через 20-30. Профессор Ольга Сокольская предлагает идеальный вариант для нашей городской среды. Это сумах. Это прекрасное зеленое насаждение, при том это между кустом и деревом, достигает размера до 5 метров. Очень красивое, оно цветет. Они будут темно-бордового цвета, при том они сохраняются всю зиму, то есть как декоративный эффект. Но мало того, что это день рыбы практически не нуждаются ни в поливе, ни в каком-либо уходе. Оно замечательно переносит загазованность, пыль, ветер и так далее. То есть во всех отношениях для Саратова это просто замечательное дерево. Мы предлагали большой список, большой ассортимент зеленых насаждений, но, к сожалению, город вообще не заинтересован. Они считают, что они закупают клёны и липы, которые у нас, собственно, не растут. Вы сами как специалисты и, прежде всего, как жители этого города, как оцениваете, насколько нас хватает зеленых насаждений или нет? У нас, я скажу так, очень зеленый город, но зеленых насаждений общего пользования у нас не хватает. Дело в том, что ценится, как и за рубежом, так и у нас, это зеленые насаждения, площади зеленых насаждений общего пользования. То есть это места отдыха, это парки, это, ну, в крайнем случае, лесопарки, скверы, набережные, сады. Это улица Гоголя. Вот здесь почти каждый у своего дома создает этот самый зеленый сад. Жители опасаются, что если у них будут ремонтировать тротуары, то местные деревья и цветы тоже могут помешать людям с бензопилами. Я бы хотела видеть город свой вот таким зеленым, красивым везде. Не сильно это тяжело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова